Доброту глухой услышать может И увидит без труда слепой Каждый день, что будет нами прожить Озарим, давайте добротой Здравствуйте, дорогие наши зрители Вы смотрите новости Добро ТВ Слава меня, и за это интересно И самые добрые новости Ночь в музеях Просла в Москве подробности нас Видео события Уже второй раз мы играем в музей Голубкин И на ночь в музей Большое спасибо музею, что нас сюда приглашали Музыка 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 Роман Достоевского «Преступление и наказание» В ссылке и встречаясь с разного рода преступниками, этот опыт потом, описанный в записках из «Мертвого дома», увидел, что преступники бывают очень разные. Бывают те, кто совестью мучается, бывают те, кто вообще не задумывается о мучении совести, те, кто позволили себе преступление по совести, те, кто совершенно спокойны. И вот эту идею он пытается развить и проанализировать в романе «Преступление и наказание». Вся соль идеи Раскольникова в том, что человек может представить своей совести такие основания, рациональные основания, разумные основания, что она позволит ему любой поступок. Вот большинство людей живут эмоционально, живут не осмысляя свои поступки очень глубоко. Какие-то поступки они совершают, и совесть их за это мучает, они пытаются их больше не совершать. Какие-то поступки они совершают, совесть за это, наоборот, их ободряет как-то, и они считают их положительными. Но Раскольников говорит, а что если взять некоторую идею и положить ее в основании своего поступка? И настолько, то есть создать некоторую свою нравственность, собственно, он и говорит, что у людей, которые право имеют, есть своя нравственность, на то они и право имеющие. И, естественно, исходя из этой правды, можно победить. Можно не то, что победить, а просто совесть будет ориентироваться на другие критерии, и тогда она будет молчать, она будет спокойна. И мы видим, что люди, которые окружают Раскольникова, они удивляются. Во-первых, удивляются тому, что он пытается позволить себе убийство по совести, а во-вторых, тому, что он действительно внутренне не ощущает этих совестных мучений. Потому что, например, он говорит, мы при случае нравственное чувство придавим, свободу, спокойствие, даже совесть, все на толкучий рынок снесем и свою собственную казуистику выдумаем, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо для доброй цели. К большому счету он вскрывает здесь сам механизм действия совести. Действительно, в определенной ситуации человек может так составить события, выдумать такую логику, внутри которой будут оправданы почти любые поступки. Мы видим, например, что убийство мы можем оправдать, например, убийство на войне, что, скажем, жестокость мы можем оправдать воспитательными некоторыми мерами. Человек, по крайней мере, на это способен. И вот мы видим, что Раскольников буквально отвергает совестные мучения и говорит, что это некоторая ошибка. Но чем мой поступок кажется им так безобразен? Тем, что он злодеяние. Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. То есть первоначально то состояние, в которое приходит Раскольников, это состояние немой совести, когда он убедил ее настолько в своей правоте, что она молчит и не спорит, никак не пытается его укорить. И вот в чем интерес Романа, в чем, собственно, его глубина, не только в этом вскрытии совестных некоторых процессов, но и в том, что Евангелие может оказать на него, на героя, может оказать на его совесть исцеляющее влияние. То есть Раскольников, даже находясь на каторге, считал, что он просто смолодушничал, что есть все-таки великие люди, которые могут себе позволить те или иные поступки сверх обычных людских поступков. И вот мы видим, как Соня, которая читает ему Евангелие, читает Евангелие о воскресении Лазаря, она этим рассказом, она как бы пробуждает его совесть. Более того, он, скажем так, переживает по всей вероятности некоторые изменения, но интересно, что это изменение остается за кадром, остается за границами, за рамками самого Романа. То есть Раскольников, вероятнее всего, мы прямо не видим этого исцеления в Романе, но мы видим, по крайней мере, что его совесть пробуждается и что он встает на путь покаяния. Но этот путь покаяния, путь благодатный, путь, который начинается с Евангелия, с прочтением Евангелия, он как бы называется Достоевским «другой историей». Он говорит, а вот теперь начинается другая история, которой мы уже не являемся свидетелями, но это может быть даже в каком-то смысле и особенный его умысел показать, что дальше возрождение совести с помощью Божией — это некоторая тайна, некоторая тайна встречи человека с Богом. Старайтесь быть добрее и сердечнее, Благим делам не надо счет вести, Давайте все мы будем человечней, Лишь доброта сумеет мир спасти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова